Два года назад из областного центра пришла схема организации движения маршруток в подмосковной Балашихе. А вот решить, кто будет осуществлять перевозки, предстояло на конкурсной основе. В борьбу включились частные предприниматели-одиночки и монополист в области коммерческих перевозок компания Балашиха Автолайн. Одним из условий конкурса была предлагаемая цена проезда на маршрутах. То есть мы написали 10 рублей, хотя существовал уже тариф 14 рублей, мы написали 10. Автолайн заявил 9,50. Хотя на самом деле в данный момент Автолайн также перевозит людей по 14 рублей, по 16 рублей. Оценивали же участников конкурса представители районной власти. В частности, господин Намесников, начальник отдела транспорта и связи администрации Балашихинского района Подмосковья. Его беспристрастность высоко была оценена компанией-победителем и в подарок Намесников получил «Жигули» девятой модели. Понятно, работа у чиновника тяжелая, почему бы ему и не помочь. Да и вообще с властью надо дружить. Тем более, что администрация района под руководством Валерия Самоделова являются соучредителями ООО «Балашиха Автолайн» и получают 50% прибыли, о размерах которой остается только догадываться. Так, каждый водитель, выезжая на маршрут, ежедневно платит 440 рублей за путевой лист. Водитель, когда берет путевой лист, никакого документа, подтверждающего, что он эти деньги оплатил, ему не выдается. Ему просто выдается путевой лист, все, в нем не указано ни сумма, ничего нет. 300 машин по 440 рублей в день в течение года. Итого, полтора миллиона неучтенных долларов в год. Сумма внушительная не только для «Балашихи». Однако, помимо покупки путевого листа, водители маршрута должны платить по 1000 рублей в неделю на озеленение. Примечательно, что сумму эту принимает родной брат главы администрации Сергей Самоделов. Никаких квитанций об оплате также не предусмотрено. Поэтому, что или вернее, кого озеленяют на эти деньги, проверить нет никакой возможности. Естественно, в стройных рядах водителей появились недовольные и решили заняться извозом самостоятельно. Не тут-то было. Сперва на появившихся конкурентов автолайна воздействовали административным порядком. Глава района издал устное распоряжение, по которому у водителей, не работающих на любивого монополиста, должны быть изъяты водительские права. Выяснить, на каком основании выдаются такие распоряжения, нам так и не удалось. Виктор Самоделов уехал на заседание правительства Московской области, которого на самом деле не было. А его заместитель просто заперся в кабинете. В лишь воле случая на улице мы встретили начальника отдела транспорта и связи, который в свою очередь заявил, что не в курсе. Однако слышал, что есть в районе какие-то предприниматели, готовые возить людей дешевле, чем это делается сейчас. Стоит автобус. У него установлен тариф. Ну и что в итоге получается? Идет рядом газель, у которой тариф меньше, чем у этого автобуса. Ну пройдет год-два, и наша автоколонна, вот как она была, так ее и не станет. Потому что автоколонны возит социальное население. Любодник, по-моему, понимаете. Всех любодников. Не знает товарищ наместников, что автобусы давно перешли на хозрасчет и по кабинам вывесили такие вот таблички. Дальше больше. Получив временные права, водители маршрутных такси продолжили работу. А борцы за права граждан продолжили свое дело. Только в ход пошли уже не устные указы, а грубая физическая сила. 13 ноября на конечной остановке маршрутного такси пассажиров просто-напросто выкидывали из салона. Подходит 6 человек. Представились, что они отлайна, автолайна представители. Согнали нас с погрузки. А как выгоняли? Срывали таблички маршрута. Забрали документы. В общем, первая ступень развития капитализма совершенно справедливо названа дикой. Вадим Муравьев, Дмитрий Белов, ТВЦ Балашито.